В 2021 году в Доме молодежи откроется виртуальный концертный зал. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации. Что такое виртуальный концертный зал? Это то пространство медийное, в котором мы со своей стороны будем в первую очередь демонстрировать филармоническое направление. И сегодняшней основной площадкой по трансляциям является Московская филармония, именно концертный зал имени Чайковского, в котором проходит как хореографические, инструментальные и вокальные выступления тех мировых деятелей искусства и деятелей искусства нашей страны. Именно это все станет доступно для наших горожан. За победу в конкурсе Дома молодежи выделили 5 миллионов 700 тысяч рублей. На эти деньги сотрудники приобретут профессионально-акустическое и проекционное оборудование. Большой экран они планируют повесить на сцену. Мы со своей стороны планируем сделать этот виртуальный концертный зал максимально универсальным, чтобы мы могли использовать любой профессиональный и бытовой контент на его базе. То есть подразумевается это то, что мы бы могли формировать план или же программу виртуального концертного зала в соответствии с запросами и предложениями наших музыкальных школ, наших детских школ искусств. Также возможно появится эстетический абонемент для дошкольников, филармонии для детей. Такой же абонемент может быть открытся и для начальных классов. Всего в конкурсе приняло участие более 360 городов России. В Нижегородской области было одобрено 4 заявки. Две из них выполнят в 2021 году, еще две в 2022 году. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.